У каждого из нас есть два крыла, отец и бать, и пока они есть, мы летаем, но очень тяжело лететь с одним крылом, а тем более идти пешком. Дай Бог всем летать как можно дольше на двух крыльях. Дай Бог всем летать. Я знала, что нужно быть внимательным к людям, особенно с уважением относиться к пожилым. Он очень любил маму, меня и внучек, и это было взаимно. Я знала о его страшной болезни, но пыталась как-то морально поддержать. Просила врачей не говорить ему о диагнозе. Я знала, что иначе это ускорит его уход. А он догадывался о болезни и просил ничего не говорить мне. Мама ушла тихо, зная, что через неделю у нее родится правнучка. Мои родители всегда жили надеждой, а я всегда поддерживала их. Я счастлива, что у меня были такие родители. Я буду любить их вечно и вспоминать. Самый лучший совет, совет отца. Мудрый и четкий. Не взять, не отнять и точка. Я вспоминаю черты твоего лица. И остаюсь все той же любимой дочкой. Я вспоминаю тебя по сто раз на дню. Или болтаю во сне с тобою часами. Я до сих пор не смирилась. Себя виню и потому говорю о тебе с небесами. Я вспоминаю с теплом доброту твоих глаз. Каждого ждет в небесах заветная дверца. Я очень верю, что ты охраняешь нас. Люди уходят из жизни, но не из сердца. Этот тихий звук, этот круткий свет. День рождения мамы, которой нет и не будет уже вовек. Как она жила? Все труды, труды. Где ее следы? Где ее плоды? Вновь она собирает всех. Посидим, как водится за столом. Испечем блинов, вина нальем. И поставим на стол портрет. И расскажем ей, как теперь живем. И любимую песню ее споем. И поверим, что смерти нет. Так, как мамы в чреве насили нас. Так мы носим маму в себе сейчас. До конца, до скончания дней. Время сделает круг, повернет назад. Наши внуки глазами ее глядят. И мы снова, как в детстве, с ней.